Там, где надежда чуть искрится, с детьми плохое приключится, и брата, кто спасти придет, свою погибель обретет. Тех поглотит страна чудес, кто нос покажет в дикий лес. В трилогии Колина Мелой хроники дикого леса 12-летняя Прюма Килл, отправившись на прогулку с годовалым братом, теряет его, но никак теряет любимый ранец или терпение, а совсем загадочным образом. Его уносит стая ворон в дикий лес, откуда до жителей близлежащего города Портленда доносится страшный вой, и куда даже взрослые не осмеливаются ступить. Отправившись на поиски брата с увязавшимся за ней одноклассником Кертисом, Прю узнает, что в непроходимой чаще раскинулся целый сказочный мир, полный говорящих животных и приключений, которые сквозь густые кроны загадочного леса прольют свет на дружбу и предательство, добро и зло, узколобость, самопожертвование и множество тайн, которые затянут детей в пучину бунтов и революций. Каждая из трех книг полна необычных иллюстраций, автором которых является профессиональный художник и жена писателя Карса Неллис. На историю о Прю Колина и Карсон вдохновил Форест Парк, неподалеку от которого они живут в Портленде и куда часто выходят на прогулки. Во время одной из таких прогулок они и решили населить его сказочными существами. Еще до того, как появились персонажи, сюжеты и так далее, появился дикий лес. Карсон нарисовала подробную карту местности, и я принялся за писательскую работу. Мы хотели, чтобы сам лес выступал главным персонажем. Знаете, иногда возникает чувство, когда хочется насладиться конкретной книгой или рисунком, но ты обнаруживаешь, что их не существует, и в то же время точно знаешь, что они имеют полное право быть. Мне кажется, именно такое чувство и сподвигло нас к работе над этими книгами. При написании книг автор ориентировался на любимые с детства произведения, поэтому поклонники фантастического жанра не смогут не заметить заимствований из таких произведений, как «Хоббит», «Алиса в стране чудес» и «Волшебник из страны Оз». Книга на всем своем протяжении неоднозначна, и несмотря на то, что она рассчитана на детей старше 12 лет, прежде чем дарить ее ребенку, лучше сначала познакомьтесь с ней сами. Что ж, это были 100 страниц «Хроник Дикого леса» под авторством Колина Мэллоу. Ставьте закладку, увидимся очень скоро!